Находим межбровье. Так, хорошо. Ботулотоксин нам, конечно же, просится. Девушка у нас... Здесь у нас такой будет лоб, который хорошо... Хотя есть эластоз верхнего века. Не делали преформацию. А, вижу. Значит, поднимется здесь все хорошо. Мелкоморщинистый вот здесь такой тип. Он расслабляет достаточно хорошо лобную часть. Значит, глазками тоже нам нажмут. Конечно, круговая мышца здесь тоже активна, безусловно. Носиком на хворте? То же самое, да? Здесь тоже по спинке носа я бы тоже уколола ботулотоксин для того, чтобы расслабить мышцу. Значит, папа... Так, хорошо. Носогубную складку не делали когда-то? Не делали. Ну вот профилактическую, наверное, я бы вот сюда на кость поставила, честно говоря, для того, чтобы вот здесь приподнять вот эту часть. Она у вас не такая, выраженная. Вот здесь есть дермальный небольшой залом. Вы явно улыбаетесь на эту часть. Не знаю, может быть, умрите, улыбаетесь, спите. Да, да, да. Точно на эту часть. Да. Ну, поэтому дермальный залом есть. Вот в качестве профилактики я бы вот здесь поставила, на самом деле, для того, чтобы... В листово. Что? Ну, в листово. Да, 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 да. Сюда, ну и немножко вот сюда бы сошла, для того, чтобы приподнять дермальный залом. Ну, потому что он в виде спайки дальше начнет углубляться и... Видите, жаба где-то. Дальше. Относительно подбородка. Ну, так, сделайте, пожалуйста. Нижнюю губу выверните. Так он выглядит. Так? Да, активность есть. Вот видите, расслабьтесь. Загибается вот здесь, видите, подбородочная мышца из-за того, что в тонусе. Есть складка в этом месте, поэтому тут по-хорошему надо сначала бутылотоксином расслабить, а потом вытянуть филлером. Ну, если... Расслабьтесь. Безусловно, здесь не хватает объема в подбородочной зоне, вот здесь. И подбородок можно вытянуть достаточно хорошо. Такой перевернутый, треугольный, здесь достаточно хорошие малярные пакеты, которые держат скуловую часть. Очень хорошо. Единственное, что я бы, наверное, вот в щечке, для того, чтобы плавность линии была, вот среднюю треть я бы поставила в щечку немножко, в щечку яблочка я бы сформировала вот так, для того, чтобы... То есть мы не расширяли бы скулы, но вот эту плоскость, потому что лицо сейчас в плоскости, такой плоский треугольник. Для того, чтобы вот поддержать вот эти красивые щечки, я бы поставила вот сюда филлер. Раз. Вы еще моложе стали выглядеть. Вот это такая детская припухлость, она такая... Ну, не надо сильно прям как-то углубляться, увеличивать. Но лицо, оно не таким плоским было. И, безусловно, вытягивало бы и подбородок. Это было бы очень-очень красиво, кстати. Углы нижней челюсти, наверное, тоже, конечно же, были бы не против, на самом деле, здесь. И, на самом деле, линия лица... Линия лица, вот видите как, линия лица, она бы достаточно вот вытянулась хорошо. То есть, по-хорошему мы бы сделали сюда, здесь удлинили, чуть-чуть щечку вот так приподняли для того, чтобы вот, ну, как бы в плоскости это не было. Это было бы красиво. Потому что у нас большие, достаточные черты на лице. Губки у нас пухленькие, да, хорошие. Поэтому какую-то, ну, скажем так, четкость нижней третьей, наверное, бы, да, хотелось. Ну, как бы мы это исправили, вот, смотрите, нарастающую лицу, да? Да. У нас завал идет. Да. Мы сделаем ей еще угол челюсти. Да. А вытянем, но у нас вот эта вот такая останется... Я бы здесь поставила бутылу токсин, на самом деле. Просто можно сделать, подтянуть, да. Латчизм надо расхватить. Да. И не делали, сравнивать с коленой уголами. Ничего не изменилось, абсолютно. Ну, значит, добавить, это тень убрать. Можно плюс филер, знаете, потому что здесь... Вот, смотрите, филер. Мы делали, мы делали у меня радиес с интенсом в разведении. И все равно эта часть, вот, она проваливается. Здесь вариантов несколько, безусловно. Ну, вы должны сказать, что мы все, да, мы все, у нас нет палочки-выручалочки, мы должны пациентам тоже, ну, как бы, свой вариант, как бы, обосновывать. Мы можем, что сделать? Сначала сделать бутыл токсин сюда, попробовать. Получится, что-то подскочит или нет. Скорее всего, что-то подскочит. Понятно, что не будет пластической операции, безусловно. Ну, мы, как бы, и не пластические хирурги для того, чтобы обещать невозможно, понимаете? Мы можем только помочь расслабить платизм. Сожмите зубы, чтобы мне посмотреть, как шея там. Нет, прямо, знаете, вот так. Напрягите. Напрягите. Ну, расскажите. Ну, тут, кстати, вообще не платизма, она абсолютно… Если бы мы расслабляли, то только вот здесь, поднижем челюстную область. Ничего. Вариант какой, еще раз говорю, что это… Потому что здесь-то брыли, как бы, как таково нет. Здесь эластозы даже, я вам скажу, особо сейчас нет. Складка вот появляется, небольшая. Но она вот прям, она прям совсем… Вот эта часть почему? Для 39 лет, она абсолютно небольшая. То есть, плотность кожи здесь очень хорошая. Поэтому говорить о том, что, если мы расслабим платизму, она не подскочит, скорее всего, подскочит, потому что здесь плотная ткань. Она здесь очень хорошо… То есть, здесь объем перераспределится, да. Смотрите, здесь просто мы визуально перераспределим лицо, ну, скажем так, для того, чтобы оно не казалось таким грустным внизу. Потому что сейчас визуализация, из-за того, что здесь плоско, а здесь какой-то небольшой объем, но есть, кажется, что низ грустный. Хотя у нас девушка абсолютно, ну, в прекрасной форме, в прекрасном качестве кожи, абсолютно все хорошо. Но говорю, перераспределить объем и поставить вот сюда, визуально лицо выглядело по-другому абсолютно. И поэтому, какие варианты? Да, здесь первое, что ботулотоксин я бы поставила, через две недели посмотрела, насколько изменилось, подскочила, не подскочила. Да, мы можем сюда поставить конюлей, пройтись, что-то вот это вот, скажем так, неровность сгладить конюлей. Любой вы можете препарат поставить, можете радис поставить, можете поставить филер. Ну, тоже, как бы, ну, как бы, перегружать эту часть, безусловно, не надо, потому что она может и скатываться, и утяжеляться может, и так далее. Ради, если я несколько раз увидела, как он скатывался в этой нижней части, и потом размывали его очень долго. Вот. И через две недели мы можем предложить что-то еще добавить, если пациенту это, как бы, какой-то дискомфорт еще предоставляет. Ну, а больше, к сожалению, ничего мы здесь не сделаем. Поставить сюда нитки некуда. Некуда, понимаете, мне тянуть нечего. Был бы эластоз, еще раз говорю, что вот, посмотрите, она лучше выглядеть не станет. Вот если я перетяну вот здесь, поставлю нить, лучше не станет. Вот эта часть объемная особенно никуда не будет. Липолитик сюда? Нельзя. Нельзя, ни в коем случае, понимаете. Она тоже потеряет вот здесь ту часть, которая держит, ну, как бы, среднюю и нижнюю часть лица, и, соответственно, это будет еще хуже. Поэтому, ну, все, что можно, да, как бы, ничего там особо... Смаз делать, я тоже не уверена, что будет прям эффект, который, ну, большой какой-то пациент увидит. Не уверена. Игольчатый РФ, ну, может быть. Скомпактизуется немножко. Да, немножко компактизацию даст. Здесь хорошо. Согментальные зоны. Вот игольчатый РФ, наверное, да. Потому что смаз, скорее всего, ухудшит эту часть. Потому что она достаточно тонкая, ну, вот здесь... Тонкая кожа. Тонкая кожа. И жарить какой-то объем подкожно-жировой клетчатки, который здесь есть на лице единственный, это просто, ну, как-то негуманно. А вот хотя бы сделать игольчатый РФ морфиус какой-нибудь, да, будет неплохо. Все. Но единственное, вы должны, конечно же, понимать, морфиус разобьет все, что вы поставите. Все, конечно. Да, сначала вы делаете морфиус, а потом дальше, после того, как морфиус отработает свое, там, месяца через полтора, не раньше, вы только пригласите пациента на осмотр. И ко второму месяцу он покажет вам результаты морфиуса, было что-то или нет. И только тогда уже можно говорить о том, что будем добавлять ботулотоксин или нет, ставим мы филер или нет. Вот такое принятие действия. Каждая пациента, действительно, рассматривается как индивидуальная. Все индивидуальные, это правильно. Что мы с вами в итоге хотим сделать? Расскажите нам. Ботулотоксин однозначно нам с вами надо делать. Да, делаем. Вот. Дальше, что бы я сделала? Я бы поставила носогубную складку, вот я говорю, она мне как-то мешает, и я бы что-то сделала средний третий. Ну, дальше уже решайте сами. Ну, подбородок, да? То, что вы говорили. То, о чем говорили. А дальше уже решайте сами. Ну, лоб, межбровка и глазки, да? Да. Ну, ботулотоксин с филером мы куда-что ставим. А, что можно с филером? Так вот я говорила, филером мы можем поставить щечки. Мы можем поставить вот сюда, развернуть носогубную складку в этой части. Я бы поставила, говорю еще раз, профилактически вот здесь. Я бы для нее немножко подбородок вот здесь, в этой части. Ну, ботулотоксин, кстати, говорю, что мы можем поставить и лоб, и глаза, нос, и субментальную зону все-таки, да? Потому что я думаю, что на игольчатый рак вы все равно сейчас пока не соберете. Наверное. Хотя, не знаю, может, есть какая-то возможность. Ну, вот все, что в наших силах, я говорю, что мы можем сделать вот так всем. Вот. Давайте тогда разметку сейчас сделаем пациентка. Вот сюда. Угу. Дальше мы подтянем брыль вот сюда. Пойдем. Вот сюда. Пойдем. Вот сюда. Вот сюда. Мы вообще можем. И с одной точки я могу зайти вот сюда до козелка. Вот таким солнцем развести. И все вытянуть вот в эту часть. То есть мы брыль пересекаем все-таки, да? Да. Ну, ничего страшного. Я же говорю, тут уйдет препарат капли абсолютно. Просто много-много-много вееров. И вот видите, сразу визуально тень уходит. Да, да. Тут как бы только визуал на самом деле поменяется. Но оно поменяется. У нас пациентка сидит и мне кажется... Интересно, слушаю. Вариантов уже предложили коррекции. Скажите. Я пришла и думаю, у меня вообще все хорошо. У нас правда все хорошо. Так, а что с губами-то в итоге? Губы делаем? Ну, я думаю, да. Давайте. Тут тоже красиво на самом деле. У нас очень такой контур. Я не знаю, вот она рентуально делала. Верхняя губа правда очень красивая. Да и нижняя тоже вон центральная. Видите, какое красивое. Тут такое сердечко такое прям красивое. Так, давайте разметку сделаем. Так, охмуримся, пожалуйста, между брони. Вот смотрите, как интересно здесь. Мышца гордецов идет. То же самое, как я уже говорила. Соответственно, здесь центральную часть выключим. Дальше чуть выше выключим. Выключим вот эту часть и вот эту часть. Это все мышцы гордецов. Как бы это ни казалось. И как бы, кто раньше не говорил, что это корругаторы, это абсолютно не корругаторы. У меня это на крылья, а этого коррдецов, это процесса. Да, 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 да. Еще раз. Вот. Я вам больше скажу, даже вот здесь еще можно выключить. Вот она, видите, вот она, вот идет вот так. Просто с этой части опять же активнее, вот эта часть у нас явно лица более активная. Вот она у нас вот таким вот образом идет. вот это все мышца гордецов. Соответственно, дальше корругатор вот здесь выключим и, соответственно, вот здесь. Корругатор у нас достаточно глубоко лежит в гладулярной вот этой части и лежит она вот таким вот образом, соответственно, прилегает и вплетается вот сюда. к мышце гордецов с одной стороны и, соответственно, с другой. Вот пишет. Ну, вот таким вот образом. Соответственно, выключить мы должны здесь, в основании. Хвосты корругатора мы не выключаем никогда. Вот здесь вот эти части мы не выключаем. Почему? Потому что очень часто заваливается вот здесь... А если втяжение идет? А если вот втяжение идет? Если вот хмурится, и втяжение все включает. Так, смотрите, втяжение, это говорит о том, что вы не выключили мышцу гордецов именно. Нет. Изначально. У некоторых просто прям очень визуализируется хвост. Он может же быть прям... Так, я говорю еще раз. Вы разметку-то делайте. Потому что если здесь есть... Пожалуйста. Ну, вот здесь у меня нет. А обычно вот здесь вот как раз втяжение такое хорошее, глубокое. Ну, вот еще раз говорю, что я не рекомендую. Абсолютно. Да. Просто... Папуль на поверхности. Это на ваш страх и риск. Я не даю этой точке. Поэтому имейте право, если хотите, можете... Ну, еще раз. А? Я в первую сессию могу доколоть. Но в первую сессию... Все, что докоррект... Вот... Хотите, да. Лучше тогда делайте на второй сессии. И точно так же, как вот эти низкие заломы, которые у нас бывают. Их колоть в первую сессию я тоже не рекомендую. Абсолютно. Хотите, доколите внутрикожно, супер, папульно. Так, чтобы прямо чернила, игла. Пожалуйста. Но это тоже на ваш страх и риск. У кого-то сработает, у кого-то завалит профиль. Вот у меня именно тот вариант. Вот эта часть лобной мышцы, она у меня неактивна. И если я ее выключаю, даже на докоррекции через две недели, у меня полностью падает бровь. Полностью, абсолютно. Поэтому у меня вариантов нет. Я хожу с этой частью, она у меня активна в гипертонусе. И другого варианта нет. Все, еще раз говорю, что индивидуально. Нет у нас как бы одной палочки-выручалочки для всех. Еще раз говорю, что ну не... Чудотворцы мы. Можем помочь, но не избавиться от всего. Дальше. Удивитесь нам, пожалуйста. Это все что, да, вы можете? Так, отступаем. Давайте максимально высоко здесь тоже колем, потому что у нас, девушки, все равно здесь есть выраженный эластоз кожного века, складочка. С одной стороны, соответственно, и как можно выше вот сюда уколем. Дальше. Еще раз удивитесь. По центру поставим так же, как я уже говорила, и между ними, соответственно, вот с таким размахом. Между этими... Рассаживайтесь. Еще раз удивитесь. Видите, здесь апоневроз заканчивается вот здесь, сухожильная часть. Поэтому еще между этими точками мы имеем право доколоть по единице. Дальше. Глазки. Сильно зажмойтесь, пожалуйста. Я бы поставила вот прям часто-часто по единице. Вот здесь малярный пакет. Давайте-ка не будем все-таки. Здесь он прям очень выраженный. Поэтому вот последнюю точку мы все-таки сделаем вот здесь. Лучше через две недели лучше что-то доколоть на самом деле, чем попасть в этот маляр. А тут он прям вот прям хороший. На бочок, пожалуйста. Не устали? Нет. Вот здесь закончим, тоже далеко не будем заходить. Глаза текают у вас? Ну да, бывают. Да, потому что я вижу, что есть. А еще до блефропластики у меня еще хуже было. Понимаю, понимаю. Конечно, да. Но это ваша особенность. Да, да. Ну ничего страшного. Поверьте, у каждого... Но меня их никогда не кололи, да. У каждого, да. Мы все стареем. По-своему. Вот это мы все-таки уберем. Дальше. Носик, пожалуйста. Сюда. И по центру. Тоже уберем. На спинке нос. Видите, у нас очень активная часть. Так. Смотрите, что мы можем еще сделать. Мы можем приподнять кончик носа, я хочу сказать. Здесь это будет достаточно неплохо. Тем более то, что еще и губы. Представляете, будет какое расстояние между носом и губами. Если мы еще приподнимем кончик носа, будет губы прям кричащими, бросающимися. Соответственно, в корень носа и в основание вот здесь, как я уже говорила. Сатанази. Да. Так. Дальше. Давайте решим, что мы тут делаем в итоге сдау. Мы боталтоксин колем или мы филлер ставим? Да. Поставьте филлер лучше. У вас это тень будет красивее выглядеть. Ну, да. Просто ботокс там в любой момент можете уколоть. Потому что она сначала тогда... Даже с этой стороны, мне кажется, даже эффективнее получится. У меня сейчас более депутационная. Ну, мы будем делать везде. Это да. Эта сторона более депутационная у нее. Да. Но это будет хорошо. Ладно. Давайте посчитаем по единицам, сколько у вас получается. Так. Давайте поставим. Так. У кого какие есть вопросы? Потому что я говорю-говорю, но не этот сам. Девочки, у кого есть вопросы? Пока нет. Удивительно. Ладно здесь специалисты, которые много лет работают. Я понимаю, что у вас нет вопросов. У нас всегда есть вопросы. Всегда. Ну, как бы вот те, кто... Давайте поближе, так чтобы вам все было понятно. Ладно? Итак. Давайте мы поставим, чтобы не перегрузить тоже, да? Давайте мы поставим здесь 3 единицы. Я бы все-таки, наверное, поставила. 3 единицы. Потом 2 единицы. 5. 1. 1. 1. 1. Вот так. 9. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 9 единиц. 8. 1. 5 тыль. 2. 3. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 3. Дальше. или в концентрате? Я буду разводить на диффузию, то есть на два, да, у меня там 120, да, у меня там 125 единиц Refinex, я его буду разводить на два, ну чуть больше я его развожу на 2,7, что как соединиться, я бы заметила, что не очень сходится. Да, с диффузией, чтобы у нас хорошее было, это неконцентрированный вариант будет. 2, 2, 2, 2, 2 и здесь все 1, 1, 1, 1. То есть, сколько мы тут посчитаем? 13? 13. Здесь будет все 5 по 2, 10, 23, 24, 25, 26, 27. 27, дальше на глаза 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, давайте не будем это трогать тоже, 36 единиц. Здесь по полторы, 36, 36 плюс 3, 39, еще плюс 3, 42, 1, 43, 43, 43 плюс 4, 47 и нос 3, давайте поставим, 50 единиц. Ни о чем. Для того, чтобы расслабить и вверх, и средняя треть. Тут можно оставить, да, да, тут можно оставить, ну да, да, на шее не меньше, 60-70 единиц на платизму, безусловно. 50 единиц, ни о чем, прямо скажем. Ну, порасслабить, давайте мы посчитаем. Значит, по поводу филлеров, значит, я бы поставила, ну, здесь, значит, смотрите, разметку, во-первых. Разметку мы делаем... Давайте развернем ее. Девочки наши. Здесь мы сначала делаем разметку, как на высокие, на технике высокие скулы, то есть соединяем латеральный угол глаза с завитком, не с козелком, а именно с завитком. Козелок это вот здесь, завиток это у нас вот здесь. Соответственно, дальше делим этот отрезок на три равных участка. Раз, два, три. Ровно посередине второго. Это первая точка высоких скул. Дальше соединяем, ну, прямо скажем, мы можем ограничить либо костный край орбиты, и, соответственно, скуловую дугу. Щупаем скловую дугу аккуратненько, наши пациентки. Вот она у нас, так, чтобы ровно было. Вот как идет ровная скула. Вот. Вот в этом расстоянии у нас будет сформированы все скулы, полностью вся скула в этом расстоянии. Первая точка, как я уже сказала, здесь. Дальше вот эту часть мы делим на пять равных отрезков. Пять точек. Через каждый, там, буквально, сантиметр. Раз, два, три, четыре, пять. Ровно поставила. Ровно. Вот. В этих, если вы поставите все пять вот этих точек, это будет у вас высокие скулы, вот таким образом. Я не хочу расширять вот эту границу абсолютно. Мне она не нужна, мне она не интересна. Поэтому я бы вот здесь поставила максимум и вот здесь поставила максимум. На самом деле эти две точки, это продолжение одна носослезного канала и вторая нососчечного канала. Да, поэтому, соответственно, когда мы заполним, здесь у нас пациентки-то нету, потому что вы оперированный пациент у нас. Носослезный, насосчечный канал у нас особо не выражен. Но, когда мы поставим на коз, на препарат, мы приподнимем и светотенит, и, соответственно, вообще уберет какой-либо залом. Это раз, а во-вторых, придаст объем в этом месте. Соответственно, вот я бы в этих двух точках поработала сегодня. Мы можем поставить либо по 0,5, но вот сюда, на эту точку в колу, надо не меньше, чем 0,3 поставить. Нет смысла вообще ставить меньше, она даже не приподнимет, не даст никакого объема. 0,3 и сюда 0,2, соответственно. Предлагаю взять на эту часть один шприц. В идеале я бы взяла два, честно скажу. Я бы взяла два. Просто мы хотим еще дальше посмотреть, чтобы пациенту было комфортно по деньгам. У нас пациент сказал, что ограничены в возможностях. Поэтому для того, чтобы все ее увидели и попробовали, и пациент все равно увидел результат, поэтому давайте мы все-таки один поставим сюда, то есть 0,5 сюда, 0,5 сюда. Дальше. В следующий шприц я бы взяла носогубную складку, я уже говорила. То есть вот здесь мы бы поставили, вот здесь тоже один шприц, но достаточно мы бы поставили. Здесь в какой-то объеме, думаю, что тоже где-то 0,3 у нас. Ну, здесь, я думаю, что ближе к 0,3 уйдет, на самом деле, для того, чтобы приподнять. Ну, я бы глубоко на прыжках. Посмотрим, посмотрим по заполняемости. Не могу сказать, ну, не меньше, чем 0,2 однозначно. Вот, поэтому одного шприца будет точно достаточно. И третий шприц я бы, наверное, взяла, вот все-таки вот эту часть проработала, ту, о которой я говорила. Вот подсколовая у нас зона, и, соответственно, мы бы распределили. Вот сюда как раз, и тут мы работали конюли. А, то есть предельно, ой, предельно, прицельный подбородок. Да, про подбородок мы забыли. Может, лучше на подбородок. Да, да, сюда, 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 сюда. Вот, до козелка, как я уже говорила, абсолютно точно, солнышком все это можно разложить. То есть активных единиц ботулотоксина здесь 125. Разводить его по-хорошему надо на 2, если это разведенный вариант, на 2,5 мл физраствора. Я беру немножко запасов 2,7. Так, налог мы в итоге посчитали сколько? 50, 50 единичек. У нас это все 50 единичек. Все шприцы надо разрабатывать, прежде чем начнете колоть пациента, для того, чтобы они были мягкими. Так, здесь иголка короткая, да, вижу, 8 мм. Бывают иглы длинные, на 12,7 мм. Но почему-то, не знаю, может быть, у нас в Питере есть какая-то проблема вообще с этими бибраунскими шприцами, инсулиновыми. У нее сразу заказала 2,5 тысячи. Значит, как я уже говорила, первый кол на самый глубокий вдох. К кому не видно? Всем не видно. Вы сами себе все закрываете. Я? Да, руками закрыли. А мне надо как-то колоть, смотрите, тогда. Значит так, 4 единицы, 3 единицы мы здесь решили. Да, 1, 2, 3. 3 единицы. А если бы это было все-таки в концентрате, то то же самое. Так же, просто диффузия меньше. Диффузия просто меньше. Но количество единиц взяли тогда больше. Возьмите тогда лучше 4 единицы. Если как-то. Если в концентрированном варианте, да. Когда вы работаете с концентрированной, единицы чуть больше берите. На одну максимум на 2, лучше на одну. Ну, следующую. Я сейчас последнюю делаю и дальше вы. Приподняли. Вдох. До серединки дошли. Здесь одна единичка. Тоже с протяжением. Так, ну кто дальше? Да, мы и, соответственно, распределяем по всей длине препарат. А процентов как не ходите? А? Процентов тоже много. Мы вижу, что входят, вкладывают иголы. Да, да, да. Значит, мы заходим. Срезаем иголочки кверху, да. Уберите пальцы, вам не видно будет. Нет, вы вот здесь эту часть придерживайте пальчиком. Иголка для того, чтобы пациенту не было больно срезом иглы, как можно больше делайте угол. Тогда иголка кожу будет резать, а не рвать. Вдох, дошли и впараллельно. Ну, то есть я должна. И на выходе спокойно, спокойно. Рисутся руки, ну что вы. Так, одну сделала. Сделала? Ну, все нормально. Ну, все нормально. Это у меня просто. Так, вот сюда вот, да? Я просто, я не поняла, честно, эту схему. Честно. Если еще раз, можно. Это все про церус. Вот это вот все. Это все до сюда про церус. Вот. Вот, поэтому мы это, это, это выключаем. И вот это, просто это его, вот эта часть, это все его часть. Вот. Он, получается, лежит на лобном брюшке и чуть-чуть закрывает. Вот. Круга-круга. Он круга-круга, конечно, круга-круга, потому что лежит на глобели вот здесь, как я уже и говорила. Он глубже, поэтому мы его и колем всегда. Либо из-под низу глубоко мы его колем. А если она не такая сильная, то мы чуть-чуть. Да. А она у всех будет разная, абсолютно. Ну, если тут одно, например, брюшко будет. Значит, в одно брюшко только и колем. Мы всегда смотрим только на пациента. Вот, посмотрите. Вот, это же все его, это вот вся часть мышцы гордецов, абсолютно. Поэтому мы должны выключить вот это, вот это и вот это. И вот это, чтобы не было потом гипертонизма. Вот он уходит, вот до сюда. Знаешь, я ниже, например, поставить точку вот сюда, к основанию дровки. Сюда пониже, если ее сделать, вот так высоко? Пажа, ну, ради бога. Где вы хотите? Нет, вот сюда вот. Ну, как стандартная техника. Вот здесь? Нет. Вот около прям основания. Ты по стандартному говоришь про коррогатор. Про коррогатор, да. А это про коррогатор. Такая правильная точка для гордецов. Прикрывает ее, скажем так. Это мышца, которая у кого-то вот такая широка, у кого-то будет стандартно в виде трапеции вообще, которую мы когда-то думали, что она у всех трапециевидной формы. Оказалось, она вообще ни разу, у большинства они трапециевидной формы, она на брюшке распадается. И каждое брюшко, соответственно, это надо выключить. Тогда и выключится полностью все межброви. Тогда не будет каких-то заломок дополнительных, о которых говорим. Не будет где-то гипертонуса, а где-то, ну, еще раз говорю, что какая-то дополнительная складка. Просто надо выключить весь процесс, только его надо определить для того, чтобы, конечно, его правильно выключить. Поэтому мы и сделали точку вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот. И, соответственно, я вас просила, чтобы вы выключили вот здесь. Сейчас мы уже точек тоже не оставляем. Вот здесь и вот здесь, чтобы полностью зафиксировать эту часть. Соответственно, мы выключили. Вы здесь кололи? Да. Здесь, здесь, здесь. Вот, надо выключить вот здесь и вот здесь. Окей? Давайте по одной единичке сюда. Ее 45 или сколько? Что? Колоть вот. Или одна всюду? Не-не-не, попу. Вы хотели попу, пожалуйста, делайте попу. Нить тут не сильнее, она не припять. Просто побольше угол сделайте для того, чтобы не так было больно пациенту. Да, делайте просто вколу. Вот, прокольните все спокойно. А здесь-то тоже, чтобы не попу. Ну и попу. Еще они вы не довели, и единицы даже. Стоп. Хорошо. И вот сюда, соответственно. Удобно? Моя, да. У меня руки трясутся. Проколите и доколите. А, еще проколите, потому что... Сейчас уголочки. Вот так. Хорошо. Хорошо. Отлично. Дальше. Выключаем кругатор. Приподнимите мышцу. Тоже популку, да? Ее на 40, наверное, на 90, да? Ее надо колоть. Мышца, как я уже говорила, лежит глубоко, поэтому, соответственно, ее надо уколоть глубоко. Придерживает бровь и, соответственно, прокалывает все ткани, уходя вверх на кончик иглы. Вот здесь, стоя, выпускает. Тоже делайте, как хотите, на самом деле. Если вы изгаляетесь вот так колите потом, ну, достаточно больно пациенту, на самом деле. Поэтому, вот, как считаете нужно, на самом деле. Можно уколоть и вот таким образом. То есть зайти, вот у нас точка предполагаемая, соответственно, с кончика иглы препарат у нас будет вот здесь. Вдох. Вот мы дошли. Вот у нас кончик иглы. Поршни сняли, пальцы? Да, я убрала. И выходим. Так, и просим пациентов работать. Триходники. Хорошо, отлично. Дальше. По две единички. Здесь ставим стандартный папула. Вдох. Чуть-чуть на ботек, верните, пожалуйста. Две единицы ставим. Вот, я что я вам говорю. Для того, чтобы не дрожали руки, и это такой же принцип будет и филер. Это, поверьте, если вы будете делать вот такой прихват, скажем так, это очень сильно облегчит работу с филерами. Один, два. С поршня пальчик сняли. Выходим. Следующий. Две единицы. Две единицы. Так, сейчас. До. Больше угол делать, я поэтому говорила. Для того, чтобы не внутридермально идти, а все-таки дармо проколоть. До. Вот так, видите? И дальше в параллели вы идите. Пальчиком вторым придержите. Один. Два. Стоп. Хорошо, дальше. Так, это, да? Это мы уже кололи. Дальше в центре. Тоже две единицы. Две единицы. Девку. Давайте, давайте. Ну, оставь. Мальчик ждет уже 30 минут. Задерживаем. Один. Два. И здесь два. Прижимать не надо. Смотрите, вы и так делаете больно, на самом деле. Когда вы здесь... Ну, первое, было больно, как будто удалось удалось чуть-чуть. Да, 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 да. Это нервное окончание. Вот, бутыл токсин уже начал схватываться. Вы, когда прижимаете, вернее, добавляете подкожно-жировой клетчатки в области, в области очень мало. Объем жидкости даете даже такой небольшой, уже больно. Нервное окончание не реагирует. Еще начинаете прижимать. Не трогайте. Все, хорошо. А здесь не глубже надо колоть? Средство будет? Да, течет. Средство будет? Да, там кожа одна, там жира нет. Там жира, я только что сказала, только жира. А здесь тоже два. Плотная, спаянная, плотная мышца, она хмеет две точки мышцы. Да, там она сложная. Все мышцы на лице имеют две точки крепления, как и в теле. Одна кожа. Одна прикрепляется к лобной кости, в данном случае, если мы говорим про лобную мышцу, вторая плетается к лобной кости, вторая плетается к кожному костю. Ага, две. За счет этого эффект от бутылотоксина и есть. Мышца расслабляется и потягивает за собой кожный лоскут, тем самым кожа становится блестящей. Точно натянута красиво. И сокращаются поры. Единица, 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 единица. Тут она единица. Все, хорошо. У нас вообще модель очень эффектна. Прям под кончик брови. А еще вот эту точку как определить тоже? Ну, по бровям. Вот, вы делаете через каждый сантиметр. Вот у вас кончик брови, через каждый, да, сантиметр, я говорю, по одной единичке. Либо через каждый полтора сантиметра по две единицы. Здесь тоже пойдем. А, нет. Чуть-чуть на бочок, чтобы всем было видно. На срез иглы точно так же. Здесь аккуратно по полу полторы единицы оставляем. Одна, половинка. Дальше. Вдох. Назад вернулись. Половинка. Одна. Вот здесь, на спинке носа, тоже в виде популки. Вдох. Вообще неприятно. Сейчас уберу. До конца. Дошли и вводим, соответственно, препарат. Вот, в основании носа. И сейчас спинка. Да, по мышцам. Будь губы. Потому что очень часто бывает, когда кончик носа висит, короткое пространство между губами и носом. И это, безусловно, не очень красиво. Как только вы расслабите вот эту часть расстояния, кончик носа подтянется кверху, губы, если вы увеличите, оно прям будет бросаться в глаза. Вот эти именно сделанные губы. Поэтому, ну, я говорю, вот здесь то же самое. Чтобы подчеркнуть эти красивые губы, вздернуть немножко носик, и это будет совсем другая история. Следняя еще часть. Вот здесь вдох. Дошли и на вытяжке вводим препарат. Тоже неприятно. Тоже до конца, да? На всю длину и линейно-ротроградно выходим. Вот этот винт вы не хватаете никогда пальцами. Вы берете за шприц и накручиваете иголку на шприц. За винт, еще раз говорю, не хватайтесь. Потому что здесь ливерлок-замок. Если вы за винт схватите, вы, соответственно, сорвете, можете сорвать резьбу. Будете дать на поршень, у вас слетит игла, выльется весь препарат. Потому что, как я говорю, как только вы за замок хватаетесь, вы смещаете замок-ливерлок. И там лучи, и там сериал тоже это есть. И он стеклянный внутри. Нет, не стеклянный, а плосмос. Там же внутри вот это вот. Да, плосмос. Плосмос. О, у них трехстекло. Да. У меня есть точно плосмос. Так, и так, значит... Но надо подойти, иначе мне тоже не будет видно. Важно, чтобы я видела вдох. Вот мы дошли до костной части. Как я уже говорила, стоим на кости, не аспирационную пробу выполняем. Значит, лайфхак. Начинающих. Аспирационную пробу делаем. Не считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А я считаю 21, 22, 23. Считаю это все по разному, а 1, 2, 3. Считаем и... Как все чувствовать? Хорошо. Стенка очень удобно лежит. Ладно, ничего еще раздеваем. Надо просто вас чуть ниже опустить. Не сдвигаемся, видите? У меня дальше... Мы здесь решили, что 0,3 миллилитра вводим. Вы чуть-чуть от костей не отходите? Нет, я стою накосно. На костно. На костно. Получается, чтобы вести именно между надкостницей и костями? Да. Все хорошо? Угу. Видите, заполняется? А я стою накосно. Вот сейчас только я потихоньку начинаю подниматься и заполнять накидками. Вот, видите, как тут получилось. Чуть-чуть дайте мне. Иди. Вот, видите? Сейчас мы сделаем вот здесь еще. И будет красивая щечка сформированного дырала. Видно? Видно. Видно. Все хорошо? Угу. Надеюсь, не хочется. Да, вдох. Тоже на костно ставим. Упираем все в кость. Экстрюционный пункт. Еще раз, дончик. Мы не сдвигаемся с костей никого. Да, блин. Ну, пациент лежит плохо. Два, где же положить? Да, да. На лесу получается. Я держу. Шприц, да. Здесь 0,2, да? 0,2. Да, мы же шприц напополам решили поделить только в двух точках. Правильно? Да, да, да. Марин, сделай ты с ту сторону. Один ты, один я. Вы один положили миллилитр. Ой, один, одну единицу. Ну, вот ты сынка была, светила вы красивая. Стали лучше. Не эффект сразу, да. Да. На выходе еще один. Не легче? Да. Еще один. Понимаешь, жалеть? Ну, что? Не, ну, сейчас на кушетку. У нас зеркала нет, показать девочке. И было бы, ей понравилось. Вот, что-то до после вас было. Очень красиво. Смотрите, какая у вас красотка стоит. А у нас, господи, это какой-то... Подожди. Извините. Извините. Видно? Тут у вас еще тень, по-моему, она красотка силивает. А вот сюда мы не делаем, да? Да, будем, будем. Как же не делаем? Ну, хотя бы еще, конечно, сделаем. Вот, видите, это целое. Красиво появляется, да? Чтобы мы сравнили. Да. Пачку можете пощупать. Вот, достаточно плотно. Это все больше, что не равен. Я говорю, если бы я делала, я бы делала по-целому, конечно же. И тут прям было бы хороший этот сам. Ну, вот, видите, перераспределилась. Вот она сейчас, если сотру. А вот давайте сотрем, на самом деле. Будет просто и пациентки у нас не видно, на самом деле. Сейчас сотрем. Видно тут. Отлично видно. Красиво. Яблочко красивое. И тоже носогубка. Так, развер... Вот и... Да, делаем щечку-яблочко. У нас разворачивается. Да, поэтому я говорю, что надо было сразу скулы. А там уже... Носогубная складка. Вот, постречу. Видите? Я бы добавляла еще немножко сюда, но препарата у нас уже больше нет. Но вот, посмотрите, как вы видите. Уже красиво. И вот нету перехода вот этого, да, некое красиво, который здесь в плоскости. Не взяли они волю. А? Почему? Нет у нас просто любого. А там волюмизатор? Да, конечно. Волюмизатор. На три части делим. Вот у нас верхняя точка. Пленки нет же? А? Есть. Пленка есть. Вот. Вот короткая есть пленка. И длинная есть. Значит... Я в мотокс тоже его обезболиваю? Да, чтобы не больно было. У нас мальчик не этот самый. Не первый раз, поэтому давайте не будем бежать. Так, скуловую дугу щупаем. Вот у нас скуловая дуга. Вот прям по скуловой дуге так езжем. Чувствуйте скуловую дугу. Вот она здесь. Вот в этом расстоянии мы, соответственно, и будем расставлять прям точек. То есть мы вот эту часть делим пополам? Я имею в виду высота этих точек. Ровно пополам и посерединке ставим. Раз, два, три, четыре, пять. А? То есть эти точки надо выше сделать? Получается, это же не середина, а чуть ниже. Получается, они должны быть лучше. Ну, 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 с линейкой не стоим. С линейкой не стоим, да. Вот как бы, вот как скула идет. Вот видите, я говорю еще раз. Вот это прям ровно продолжение наслезного канала. Вот у нас наслезный канал здесь. Соответственно, вот если вы поставите здесь, будет очень-очень хорошо. Точки нам надо вот эту хорошо поставить. И вот эту. Вот эти вещи мы не идем. Понятно? Так, эта точка правильно? Это 0,3. 0,3, а рядом с ней она. А сюда надо? А, давай ты 0,3, а это 0,2. Ну, если сюда сделать, то она выше будет, да, скула? Скула будет выше, конечно. Во-первых, прежде чем начать. Мы здесь по той же самой схеме будем проводить. Скулы? Да. Приподнимите немножко, как я показывала, щечку, формируется ли я. Только медленно, не надо, быстро. На выходе вводим препарат и выходим. Линейно-ретроградным методом. Просто когда вы придерживаете ткань, соответственно, вы формируете ту объемность, которая... Ну, у меня 0,2. 0,2 сейчас у меня? Перед тем, как она выйти, остановить поршень, остановить нажатие на поршень. Все. Девочки, я теперь... Все. Упираюсь? Угу. Просто неприятно проверялся. Да? Хорошо, упираемся там. Нет, придерживайте его основания. Вот такой, значит, он будет у вас приобретать. Да, иначе смотрим. Больше угол всегда, говорю, удержим. Мне не надо, что же, доводить. Во-первых, шифлить надо взять за рукоятку, так как вы будете водить. Это не ботокс. Поэтому берем, срезаем иголочки к верху, поднимаем. Спокойно. До. И в параллель. Все. Эти-то и ручка. В Нью-Йорке. То же самое делаете? Да нет, только не это самое. Ну, чуть-чуть, вот, держите, пожалуйста. Я просто... Не надо резко движения делать. Все. И делаем пробу. Пробую, пробую, пробую. Пробую. Вы вообще не сделали ничего. Тяните поршень на себя. Не выходите иглой. Вы выходите вместе с иглой. Нет. Еще тяну на себя. 10 секунд, 10-15 секунд. Мы стоим в пробе. Особенно в этом месте. Да, я помню. Я помню. Особенно там. Шумею получить можно лейк. Да-да-да. Даже на берегу-то-бизайке. Даже на берегу-то-бизайке. Еще раз. По осложнениям вошли на скулу. Причем золото... Не выходим. Не дамать. Брали выше. А черепа, которые эктаморфные, по-моему. Они же часто бывают. Нет, в 10% случаев она идет вот так. Я положил в фонтан. А вы мне дайте на Поршик. Тихонько выводите. Выходите. Вводим препарат на Поршик. И выводим. А сядьте еще тоже. На кофетчику. Последний шанс. Соответственно, делаем вот эту. Вы сейчас что мне делаете? Ничего не надо делать. Расслабьтесь. И, соответственно, сантиметры сюда, сантиметры сюда. Для того, чтобы плавно слить туда. То есть вот. Ну, вы хотите сделать подбокс? Или что? А пациент может и ботоксом, и расслабить на самом деле себе потом. Чуть-чуть на бочок. Удох. Подкожей желтой клетчатки вообще нет. Сразу перелись, да? Угу. Ну, что не считается этого. А? Ну, хватает вороток у нас. Не погнать я. Анатомически. А как делить будем объем? Получается 0,5? Сначала в центре где-то 0,4-0,5, да. 0,5 надо я. Да, положить. Весь объем накосничный или будем выходить? Много на кость. Сейчас по распределению. Говорю, подкожей желтой клетчатки здесь практически нет. Как дела? Вот у нас молодой человек сидит там. И подкожная клетчатка, и движется подбородочная. Там вообще завален подбородок. Можно? Да, да, да. Видите, как вот я стою на кости всего лишь, уже вытянулся он как. Видно или нет? Угу. Вот смотрите, с подбородочной мышцей тоже здесь тоже проходят ленталий, с артерией и веной. Поэтому аспирационные пробы делаем прям очень хорошо, потому что объем препарата, вот я сейчас ввела, 0,5 я ввела, здесь плюс еще одно деление дополнительное, 1,1. Поэтому, конечно же, аспирационные пробы здесь вы должны быть уверены, просто уверены, потому что 0,5 мл ввести, не дай бог. Просвет сосуда, это очень опасно. Так, все, ну что там, кто делает? Я хочу. Вот здесь чуть больше, вот здесь чуть меньше, потому что здесь асимметрично. Тогда я все нахожу. Так, вот здесь все вытираешь, чтобы не было кровище никакое. Угол правильный, в кого-то? Да, конечно, естественно. Мы немножко делаем всегда, нам же надо это все сузить, да, поэтому, конечно, всегда вот. Стоим. У нас там сейчас 0,6, поэтому можно положить, ну, по 0,3, по 0,25 давайте положим, потому что, может быть, сейчас мы доделаем вот в этих точках, может быть, еще в центр придется. Слушайте, надо было, конечно, нашу девочку сфотографировать, мы ее тут сейчас куклой такой сделали, конечно, не улыбаемся. Сейчас, если все хорошо, то... Упираетесь, не упираетесь, я буду куклой. Тебя, и все. Все. Ага. Делала, и все красиво. Приходите в следующий раз, правда, в качестве модели, на обучение это делаю. Все.